Здравствуйте, мои многоуважаемые зрители и подписчики моего канала! Меня зовут Алексей. Добро пожаловать на мое новое видео из рубрики «Путевые заметки». Сегодня, друзья, у нас в рубрике «Игра Америка контракт симулятор», а именно куча, я бы даже сказал, тонна новых скриншотов из Техаса. Ну а перед тем, как начнем, друзья, я все-таки рекомендую вам подписаться на мой канал, если вам, в принципе, будут в дальнейшем интересные новостные ролики по Техасу. Я вполне, считаю, неплохо справился с обзорами новостей DLC Монтана, и достаточно хорошо я его осветил перед релизом и после релиза. Так что, друзья, обязательно подпишитесь на канал, если вам интересен Техас, ну и заранее авансиком проставьте лайк этому видео. А теперь, друзья, погнали посмотрим, что же там такого интересного в сельском хозяйстве Техаса. Ну и в первую очередь, друзья, мы с вами посмотрим на элеваторы. Говорят, что элеваторы представляют собой настолько массивные и сложные конструкции, что даже люди, работающие на этих элеваторах, могут время от времени просто взять и потеряться. Но если мы с вами во время путешествия по Техасу будем натыкаться на эти самые элеваторы достаточно часто, скорее всего, с большей долей вероятности, это будет означать то, что мы с вами находимся в северной части этого замечательного штата. Так как по большей части именно в этой части штата представлены эти элеваторы. И на самом деле будет здорово увидеть этих гигантов в игре, потому что в реальном Техасе насчитывается более чем 248 тысяч ферм. И это круто, то что разработчики решили хотя бы небольшую частичку добавить в будущее DLC. Ну а далее мы переходим к виноградникам, благодаря которым Техас занимает пятое место в производстве вина в Соединенных Штатах Америки. А история этой отрасли восходит к 1650 году. По прошествии стольких лет в настоящее время существует более четырех сотен местных виноделин, некоторые из которых являются местами так называемого винного туризма. И хотя в игре мы просто будем выполнять заказы для этих виноделин, но все равно разработчики посчитали нужным и важным для того, чтобы добавить их в игру. Ну а далее мы немного внимания уделим животноводству, которое ежегодно приносит миллиарды долларов на рыночную продукцию и хлопковую промышленность. Кстати, про хлопок, техасский хлопок, мы уже с вами говорили в одном из предыдущих видео. Но помимо животноводства, хлопка, также можно будет найти фермы, которые выращивают арбузы, поскольку Техас занимает третье место по производству арбузов в США. Вот такая вот, ребята, история. И на этом все, друзья. Не расстраивайтесь, что новость такая короткая. Я думаю, что сейчас они будут вылетать просто как из пулемета, потому что Монтана уже, как вы знаете, вышла, и про Балканы вроде бы как тоже особо пока спойлерить не стоит. Кстати, по Балканам видос вы можете найти в описании. Мы там посмотрели на реальные места. Но этом, ребята, видео заканчивается. Я повторюсь, что продолжу в том же самом формате вас знакомить с новостями по штату Техас, как это было со штатом Монтана. Если у вас есть какие-то пожелания по улучшению этого формата, обязательно высказывайтесь в комментариях об этом. Но пока скролите в комментарии. Обязательно, друзья, поставьте лайк этому видео. Подпишитесь на канал, если по какой-то причине до сих пор этого не сделали. Для вас это мелочь, а для меня приятно. С наилучшими пожеланиями, друзья. Пока-пока и еще увидимся.